Здравствуйте! На канале Гагарского телевидения вы смотрите информационный выпуск событий недели. Сегодня в выпуске. 26 ноября день Конституции. Акция в поддержку диаспоры. В абхазской школе учебный процесс переведен в одну смену. Капитальный ремонт детских садов. Памятное мероприятие, посвященное армянскому композитору. Праздник осени. Завершилось осеннее первенство по волейболу. 26 ноября в нашей республике отмечается День Конституции. Один из главных признаков современной цивилизации на сегодняшний день заключается в том, что большинство народов мира в настоящее время живет по выработанным правилам, сведенным в основные законы своих стран – Конституцию. Несмотря на объективные преграды, наше молодое государство шаг за шагом продвигается вперед. Демократические процессы в обществе в соответствии с положениями Конституции Республики Абхазии развиваются своим чередом. Мы живем сейчас в обществе, где уже есть большие возможности. Развивается свобода слова и гласности. Для более динамичного и экономического развития народно-хозяйственного комплекса взято правильное направление – сочетание всех форум частной собственности. В политическом плане наша страна уже независимое государство. Международное сообщество постепенно привыкает к существованию независимой, суверенной, демократической Абхазии. Граждане Республики Абхазии с надеждой и уверенностью глядят вперед в будущее, которое обязательно принесет хорошее. Ведь строительство государства, в котором на законном уровне закреплены и осуществляются демократические свободы, принесет успешное развитие и процветание. В Сухуми прошла акция солидарности с Абхазо-Адыгской черкесской диаспорой Сирии, организованной общественностью и молодежным движением Абхазии. В акции приняли участие премьер-министр Леонид Лагербайя, министр иностранных дел Вячеслав Чирикба, представители общественно-политических движений, партии, депутаты парламента, представители зарубежной Абхазской диаспоры, приехавшие на Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, а также репатрианты из Сирии и Турции. Вот уже более года, как в Сирии идет гражданская война. Взрывы, обстрелы и убийства мирных жителей, систематические нарушения прав человека стали, к сожалению, часть ежедневной жизни этой страны. Вторая по численности в мире черкесская диаспора Сирии, куда входят адыги, абхазы и представители других народов Северного Кавказа, оказались в тяжелейшем положении, так как их стремление сохранить нейтралитет приводит к угрозе их жизни. Дети, женщины, старики месяцами живут в подвалах, прячась от обстрелов противоборствующих сторон. Им не хватает воды и ды медикаментов. Всему миру стала известна трагедия, разыгравшаяся в двух селах с черкесским населением и беженцами на голландских высотах, где погибли десятки мирных людей. В этой ситуации нашим соотечественникам в Сирии необходимо оказать помощь, отмечали собравшиеся у памятника Махаджирам на Сухумской набережной. «Возвращение потомков Махаджиров – наша общая цель, наша национальная идея. Эта проблема объединяет нас с нашими братьями-адыгами. В этом вопросе мы все едины, так как это не только восстановление исторической справедливости, это шанс на возрождение наших народов», сказал, открывая митинг Тимур Надарая. На митинге также выступили докторы исторических наук Тимур Азачукба, герой Абхазии Аполлон Шинкуба, депутат парламента Ахра Бжаня, публицист Владимир Зантария, председатель Совета старейшин Абхазии Константин Узган и многие другие. По окончанию митинга участники приняли резолюцию, в которой обратились к руководству нашего государства согласно Конституции и законам страны принять незамедлительные миры и проявить политическую волю для защиты жизни наших соотечественников. В связи с капитальным ремонтом с 1 сентября учебный процесс в Гагарской средней школе номер 1 был переведен на две смены, что вызвало немало неудобств как у педколлектива, так и у самих школьников. Сегодня в Гагарской средней школе номер 1 обучаются 414 детей, которые приезжают в школу из различных уголков города и ее предела. Несомненно, учебный процесс в две смены вызывали неудобства для школьников. Уроки начинались в 13.45 и заканчивались в 18.40. Добираться и уезжать домой детям было сложно. Помимо учеников, с трудностями сталкивались и учителя. В связи с этим администрация Гагарского района выделила средства для косметического ремонта восьми классов, что позволило перейти всей школе в первую смену. С июля месяца в нашей школе производится капитальный ремонт. В связи с этим 1 сентября мы начали с двух смен. В первую смену ходили младшие учащиеся, старшие ходили с двух часов. Это 8-11 классы во вторую смену. Конечно, было очень тяжело и учителям, и ребятам. Два месяца мы отработали в две смены и с 19-го числа мы перешли в первую смену, так как администрация нашего города помогла отремонтировать 8 классных комнат, которых нам не хватало. За что им большое спасибо отдельно Саиду Мукба, потому что он принимал самое активное участие в том, чтобы мы могли перейти в первую смену. Согласно комплексному плану развития Республики Абхазия, в двух детских садиках поселка Бзепта ведется капитальный ремонт. О том, на какой стадии эти работы в материале наших корреспондентов. Капитальному ремонту детского садика, расположенного в квартальном микрорайоне Аспа, приступили в августе текущего года. Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 120 мест. На данный момент выполнено 70% общестроительных работ. Брегата строителей уже приступила к отделочным работам. Параллельно ведется капитальный ремонт еще одного детского сада, расположенного в районе совхоза Калинина. Ремонтные работы ведет общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис Гагра». Поселок Зибхай Аспа хачится у нас садик, азжу, ахах, узко хрулгаш и хрулган, шехраку и аршираку и аршираку аржуб. Апол, акцера, аршираку и аршираку и аршираку и аршираку. Мы хотим знать, что видνη cop 2016-е, аэропорт от этого servantу, что они делали с abertelем для аршираку. В марте�ни в-мане садики «Стройсервис Гагга» они были в городе, садики и аршираку, садики. Для строительства детских садиков используются высококачественные материалы. К примеру, кафель был специально завезен из Испании. В обязательном порядке предусмотрены насосные агрегаты, автономные водные резервуары и дизельные генераторы. В благоустройстве территорий детских садиков используется малая архитектурная форма. В пансионате «Энергетик» прошло памятное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения армянского композитора Инока Шашикяна. Памятное мероприятие, посвященное 90-летию армянского композитора, было организовано Армянской общиной Абхазии. В нем приняли участие ученики Инока Шашикян, депутаты парламента Республики Абхазия, гости из Сочи, учащиеся армянских школ Абхазии. В концертной программе прозвучали песни и были исполнены музыкальные композиции, автором которых является Инок Шашикян. Инок Шашикян переехал жить в Абхазию в 1944 году. Всю свою жизнь он посвятил творчеству. Он является автором многих известных армянских песен и музыкальных композиций, а также создателем ансамблей. Инок Шашикян внес большой вклад в развитие музыкального творчества. Сегодня мы проводим концерт памяти композитору Инок Шашикяну, который начал в Абхазии работать в 1944 году. Первое село, куда он приехал, было село Шауменовка, Гулибского района, где он создал первый ансамбль. И постепенно во всех армянских селах Абхазии он создавал ансамбли. За творческий свой период он провел 7 тысяч концертов. Он очень много сделал. Воспевал красоту Абхазии, красоту именно людей. Воспевал о дружбе. У него много песен, посвященных столице нашей страны. И армянская община Абхазии сегодня решила провести такой концерт памяти. Как вы видите, очень много народу собрался. Поют в основном это его ученики, которые когда-то у него учились. Музыканты, это тоже его ученики. Он очень много сделал, и мы посчитали нужным провести такой красивый концерт. В Гагарской средней школе номер 4 силами учащихся начальных классов был организован праздник осени. Этот праздник осени стал для учащихся подготовительного класса первым в их школьной жизни. Детишки под руководством своего педагога Гаяна Макарян, а также при непосредственном участии своих родителей, подготовились со всей ответственностью. Сцена актового зала была украшена атрибутами этого времени года. Сам праздник начался со сценки, в которой принимали участие сами ученики, одетые в красочные костюмы, изображающие разные овощи. Также в их исполнении звучали стихи и песни об осени. Педагогический коллектив и родители по достоинству оценили выступления дошколят. В течение пяти дней в Гагарской средней школе номер два проходило осеннее первенство по волейболу среди юношей и девушек 1998-1999 годов рождения. Подробности смотрите далее. В соревнованиях приняли участие четыре команды юношей и шесть команд девушек из Сухума, Ачинчары, Питсунды и Гагры. Игры проходили по круговой системе. 20 ноября состоялась финальная встреча спортсменов, по окончанию которой были названы победители и лучшие игроки турнира. По итогам соревнований среди юношей первое место заняла команда Гагра-1, второе – Гагра-2, а на третьем месте сухумские волейболисты. Среди девушек на первом месте сухумская команда, второе место заняли гагарские волейболистки, а на третьем месте команда из города Ачинчара. Лучшими игроками турнира из команды Гагра-1 были признаны Дмитрий Отерба, Давид Варданян, Евгения Максименко и Еля Агарба, из команды Гагра-2 Андрей Гривабш и Алтана Агарба. Из сухумской команды были отмечены игроки Гуджа Адлиба, Виктория Альховик, Даниэла Тужба и Валерия Агарба. Из спецунской команды Валерия Чепелева и из Ачинчарской команды Кристина Тодлуа также были признаны лучшими игроками. Командам-победительницам и лучшим игрокам вручили копки и грамоты. Отрадно отметить, что команда девушек Гагра-1, заняв призовое место, команда юношек Гагра-1, став чемпионом осеннего республиканского первенства, и команда Гагра-2 призером турнира представили наш район достойно. В общем, было все хорошо, но единственное, что вот сегодня мы не собрались и не сыграли, как мы могли. Мы можем много сильнее, мы покажем это в следующий раз. Поздравляем команду с сухумской победой, мы желаем в следующий раз тоже выбрать. Подобного рода турниры способствуют развитию и популяризации этого вида спорта среди молодежи нашей страны. Данный турнир была организована Республиканской школой игр совместно с детской юношеской спортивной школой города Гагра. Игры проходят интересную молодежь, значит, вот вы сейчас находились в зале, видели крик, шум, то есть эмоции достаточно высокие, и напряженные игры проходят. Невзирая на то, что какая-то команда слабая или та более сильная, но сражаются все дети с удовольствием, и я считаю, что эти соревнования прошли очень удачно. Спасибо, значит, директору средней школы номер два Ажиба за то, что она предоставила здесь, значит, условия, плюс, значит, в субботу, воскресенье столовая работала, дети кормились, и все чисто, нормально, хорошо. И директору спортивной школы Гагринского Армяну Александру Александровичу. Благодарен. Информационный выпуск событий недели подошел к концу. А я на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин